Я еду из Алматы в сторону Балхаша, Караганды. Еду уже почти три часа, два с половиной. Выехал в пять часов, сейчас без двадцати восемь. Вот кафе Коншингель. Координаты этой точки у меня в блоге будут указаны. Можете посмотреть. До Куртов я доехал нормально. Дорога старая, но хорошая. И даже первые пятьдесят километров после Куртов. В принципе, дорога неплохая. Асфальт практически везде есть новый. Только он переходит с правой стороны на левую. И это немножко тормозит. Идет он пятьдесят километров с небольшим, этот асфальт, от Куртов. До поворота на поселок Айдорлы. Видно, что там дорогу делают. И насыпь идет, и асфальт новый лежит. Но вот после поворота на Айдорлы все это исчезает. Идет старый асфальт, и никаких следов ремонта не видно. Вот старая дорога в районе поселка Коншингель. Шестьдесят километров в час по ней еще можно ехать. Да и то уже не очень хорошо. Ну а везде стоят знаки. Тридцать километров ограничения скорости. Их, конечно, мало кто соблюдает. Но, тем не менее, они есть везде, и полиция может вполне предъявить претензии. 110 километров от Куртов, по пути до Рыбайтала. Ну вот, на этих 110 километрах, где-то километров 70 было асфальта. Вот такого нового неплохого. Ну вот, опять снова объезды. Возможно, там дальше снова асфальт начнется. Но пока вот так. 70 на 40. Тут асфальт даже не положили. Что-то будут делать, наверное. Вот метров 50-60. Проехать по такому кусочку. И дальше снова начинается асфальт. Ну, а это вот такие здесь объезды строящихся мостов. Сейчас подморозило. Поднем все это растает. Не знаю, как тут грузовики будут выезжать. По этой грязи. Так хитро сделаны объезды, что можно промахнуться. И вот я тоже сначала промахнулся, потом выехал на уже новую дорогу. А рядом вот едет по объездной, не может выехать на асфальт. Так стоят знаки, что непонятно, куда ехать. 150 километров от Куртов. Две трети расстояния до горы Байтала. Вот рядом виден асфальт готовый и новый, но надежно он перекрыт от движения. Вот покрышки лежат. И судя по снегу, который на асфальте, по нему никто не ездит. Ну, примерно вот эти 150 километров сейчас так. 90 километров асфальта было и 60 километров старого. Вот вроде как такого, как сейчас я еду. Продолжение в следующем ролике. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми увидеть новые полезные ролики о дорогах Казахстана. Продолжение следует...